Привет, мой дорогой зритель! Подоспел очередной выпуск с экспериментом кормления мурашей едой из холодильника. Правда, в этом выпуске, как вы уже заметили, мурашей будем кормить диких. Я долго размышлял по поводу экспериментов и поймал себя на мысли, что домашняя колония в ограниченном пространстве хочет, не хочет, а будет взаимодействовать с едой, которую я им даю. Поэтому я принял решение провести этот эксперимент с дикими и свободными мурашами. Эти парни не слоняются без дела в полусонном состоянии, они озадачены определенными задачами. Получится сбить их с выполнения миссии и заставить обратить внимание на нестандартную еду, с которой они не встречаются в природе? Давайте разберемся в этом вместе. А выпуск у нас получился мясной. Ну что ж, поехали. Черный садовый муравей питается мелкими беспозвоночными и сладкой падью, которую выделяют тли через кончик своего брюшка. Этот вид муравьев разводит и охраняет тлей разных видов. Некие фермеры. Первое, что я им предложил, был кусочек сырой курицы. Мясо кур – это птичье мясо, является самым распространенным в мире. Так вот, последовавая молниеносная реакция, мураши оказались любителями свежего мяса. Они накинулись на этот кусочек веселой дружной компании. Кто бы мог подумать, что мураши оказались любителями дичи. Интересно, как они в природе встречаются с птичьим мясом? Я сколько ни думал, все мысли упирались в мертвых птичек. Неужели мураши падальщики? А вы что думаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях. На второе была колбаса докторская. Сразу извиняюсь за жуткий пересвет. Так получилось из-за переменчивой погоды. Переснимать уже не хотелось и двигаться надо было дальше. Докторскую колбасу начали производить в 1936 году. Разрабатывал рецепт колбасы и технологию ее изготовления в НИИ мясной промышленности. А первый осуществил производство московский мисперерабатывающий комбинат «Микоян». Колбаса предназначалась в качестве диетического и лечебного питания больным с соматическими признаками последствий перенесенного длительного голодания. Конкретно, больным, имеющим подорванное здоровье в результате гражданской войны. Отсюда и ее название. Как вы могли заметить, мураши проявили к ней интерес, но без особого энтузиазма. Спиток мурашей полазили по ней, погрызли, понюхали и больше к ней уже не подходили. На этом эксперимент с колбасой я решил закончить. На третье у мурашей была ароматная буженина. Буженина – традиционное праздничное блюдо в русской кухне. Результат налицо. Заинтересованность – ноль. Держится на расстоянии. Возможно, аромат чеснока неприятен им, но это не точно. Удивил меня тот факт, что буженина некоторые делают из медвежатины. Вы об этом знали? Я – нет. Четвертое – тесто для блинов. Мураши слетелись, как на водополь. Тесто – это сложное приготовленное блюдо. Тут и вода, молоко, мука, сахар, соль, разрыхлитель и, конечно, яйца. Что конкретно привлекло их, остается загадкой. Но факт остается фактом. Им явно эта субстанция по душе. Я им давал уже готовое изделие в виде блина. И он не нашел среди муравьев своего потребителя. Блины не интересуют их. И последнее на сегодня – это белок. Домашние муравьи без ума от желтка. Когда я им первый раз дал его, они умудрились большой кусок разгрызть на мелкие части и утащить в свое логово. Достать оттуда было невозможно. И мне пришлось ждать недели, чтобы мураши выкинули засохшие куски желтка на помойку. Белок нравится им, но не так, как желток. Погрызли и успокоились. А кусочек, оставшийся на ночь, больше их не привлекал. Он сильно заветрился и, возможно, субстанция стала слишком цельной. И им не хватает силы его разгрызть. А ваши мураши едят желток? Какая реакция? Напишите об этом в комментариях. А у меня на этом все. Изучайте вселенную, ставьте эксперименты и не болейте. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...